Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня довольно странное повествование, и я бы его назвал День 3 ФР, Федеральный резерв сатаны. Но не о том Федеральном резерве сейчас пойдет речь, а речь пойдет о Федеративной России, которая более года назад, или почти год назад, устроила демонстративное устрашение Великобритании, послав двух придурков, которые и устроили атаку газом новичков в известном городе. Так вот, от новичка до коронавируса всего лишь один шаг, всего лишь один год. Я не обвиняю, я высказываю свои предположения. И вот волна психоза, паники, накрыла Федеративную Россию, которая населена россиянами, которая не Русь, а Русь захватил Сион. Посмотрите на колдунов, которые окружают так называемого верховного правителя. Эти черные бесы управляют им, как хотят, и делают от его имени все, что хотели. Со сладкой парочки осталась только лишь одна единица. Но я более чем уверен, что даже закоренелый преступник, каким был ворава, которого тоже прибили на крест, в последний день может проявить величайшую силу, потому что даже закоренелый преступник может уверовать, даже закореневший, на котором висят большие и страшные грехи, по отношению к своей родине, к родине богов, к тому месту, где он рос, где он воспитывался, и к тому месту, над которым он получил власть. Паника сумасшедшая, но так как Российская Федерация населена, а она является правоприемницей Советского Союза, в котором было много светлого, много хорошего, но и очень много плохого. Это, к сожалению, территория населена русичами или русскими светлыми людьми. Прошла через страшные испытания. Это относится к Украине, к Белоруссии, Казахстану, да вообще постсоветскому пространству. Сейчас стоит у черты, перейдя которую, вы, мы, окажемся или в стране вечного мрака, или получим шанс к возврату к светлым временам, когда дух будет преобладать над слепым желудком и слепой толстой кишкой. Насыщаются люди гадостью, насыщаются продуктами, жрут все подряд, подтираются. То есть ситуация неплохая. В ситуации четко определяется, где есть человекоподобные и где есть человеки. Люди Руси или русские люди, светлые люди, которые славят прежде всего Бога, Творца своего, а не те темные сигары, которые втянули землю наших предков в колоссальные испытания. И от ситуации, от положения на родине богов и зависит ситуация во всем мире. Поэтому я неспроста перешел от новичка к коронавирусу, потому что год назад было демонстративное запугивание человека, и на сегодняшний момент это запугивание происходит во всей своей ужасной красе. И вот именно территория, с которой исходит зло, должна быть упорядочена прежде всего теми людьми, которые на этой территории и живут. В прошлом году не только в Великобритании прокатилось массовое уничтожение пчел, но точно так же в Российской Федерации, на Украине, в Казахстане произошла массовая травля пчел. Я уже не говорю о странах, как Франция, Испания, Италия. А пчелы, как известно, пережили не одну генерацию людей на земле. И пчелы, как я знаю, являются наместниками высшей доброй силы на этой планете. Так вот, уничтожая пчел, производя ритуальное уничтожение тех, кто дает жизнь, темные черные бесовские силы приговорили себя к окончательному и бесповоротному изгнанию с территории планеты. Как вы будете к этому относиться, это уже ваше личное отношение. Потому что в последние времена Бог дает каждому шанс. Наша высшая сила дает нам шанс стать на сторону добра или на сторону зла. Я думаю, я вам уже много чего рассказал и дал направление мысли, откуда происходит источник зла. Может ли источник зла превратиться в источник добра? Уходи от зла, сын мой, и будешь жить вечно. С вами канал Компери. Включай мозги, да пребудет с нами сила света. Аминь.